здравствуйте дорогие телезрители и мои подписчики на канале youtube голова садовая и у меня в руках ни ножниц ни лопаток ничего нет но обратите свое внимание на парник который рядом со мной видите парник трехметровой длины и в нем всего два огурца два и растут они по краям почему скажете что я но очень может быть но не в этот раз эти огурцы особенные этот сорт уральского дачника который называется не сорт а гибрид таганай таганай особенный огурец он очень длинноплетистый у него пучковые завязи такими прямо вот вот красивыми венками но это единственный огурец из таких вот длинноплетистых который выращивается необычным способом в растил так называется это правильно обратите внимание на этот огурец у него видите я вырезала поселила укрывной вырезала вот такие отверстия и посадила их почему я укрывной поселила да я хочу чтобы ему было тепло и с травой бороться и не собираюсь значит видите на стволике до семидольных листьев образовались зачатки корней это очень хорошо потому что я все это засыплю почвой естественно потом присыплю опилками чтобы не высыхало очень быстро потому что здесь сами понимаете сложен на садовый мусор и ботва всевозможные утоптано все очень хорошо я два года собирала ботву чтобы сделать такой парник и естественно дополнительные корни у этого растения будут как впрочем и у этого тоже видите у него тоже есть вот на стволике белые такие пупырышки это есть зачатки корневой системы так вот как огурцы будут расположены в этом парнике а вот навстречу друг другу один будет расти с правой стороны другой будет расти с левой стороны у забора и это будет правильно подвязывать их не надо палки подставлять не надо и эти огурцы почему еще нужен укрывной можно белый не обязательно черный а для того чтобы они не нахватали болезни от почвы чем меньше будет у них контакт с почвой тем лучше будет для них но это мое мнение может быть у вас есть свое по этому поводу а для меня это первый опыт таганай и я хочу чтобы у меня все получилось и желаю вам тоже чтобы ваши огурцы подобного типа выросли и отплодоносили вот так всего доброго вам и до свидания поливать и кормить обязательно два раза в неделю